Заметки электрика Который не так давно появился на просторах интернета Суть в том, что клеммы ВАГА якобы не держат свой номинальный ток Некий специалист утверждает, что уже при токе 18-19 А, что на 25% ниже номинального Клемма серии 2273 уже начинает плавиться Вот и давайте все это проверим на практике и убедимся во всем лично А участниками сегодняшних испытаний будут клеммы серии 773-304 773-324 2273 На различное количество проводников И серия 222 С рычажками Вот эти черные клеммы серии 773 Они уже сняты с производства А вместо них вышла серия 2273 Тем не менее я решил их тоже включить в испытания Потому что на удивление или наоборот не на удивление На прилавках магазинов их все еще предостаточно Эти клеммы это практически первые экземпляры, которые появились у нас на рынке Данная серия, скорее всего, разрабатывалась в первую очередь для соединения алюминиевых проводников О чем и говорит наличие кварцевазелиновой пасты внутри клеммы Естественно, допускается использование и медных проводников А это уже усовершенствованные по отношению к предыдущей серии клеммы Главной их особенностью является частично прозрачный корпус Благодаря чему стало возможно визуально оценить, отследить состояние контакта и жилы Все клеммы данной серии, то есть вот этой обновленной серии Поставляются без кварцевазелиновой пасты А значит они уже непригодны для соединения алюминиевых проводников Только медь Это у нас серия 2273, которая является действующей У них уже имеется выбор, можно выбрать клеммы как с пастой, так и без пасты Серия 222, она тоже уже снята с производства И в данное время ей на смену пришла 221 серия При этом этих клеммников в магазине еще предостаточно Скажу сразу, что все клеммы вот эти я подобрал специально с одинаковыми параметрами Их номинальный ток составляет 24 ампера При подключении однопроволочных проводников с течением 2,5 квадратных миллиметров Речь идет про медные проводники Клеммами 773 серии и серии 2273 можно соединять только однопроволочные проводники А вот серия 222, помимо однопроволочных, позволяет подключать и многопроволочные проводники с классом гибкости 5 и 6 У каждой серии, безусловно, есть свои как достоинства, так и недостатки Кстати, забыл сказать, что все клеммы, которые будут участвовать в эксперименте, они оригинальные Вот я подключил все наши клеммы в таком порядке, как я их называл Для подключения использовал провод ПВ-1 сечением 2,5 квадратных миллиметра Так же, как и клеммы оригинальные, так и проводник имеет честное сечение 2,5 квадратных миллиметра Ну и для информации, температура в помещении 22 градуса Навожу ток 24 ампера И время у нас пошло Вот прошел у нас час, даже чуть больше Как видите, ток у нас 24 ампера Вообще ровненько И посмотрим теперь температуру нагрева наших клемм Это у нас 773 серия, черная клемма Максимальная температура на экране 47 градусов Здесь вот у нас какой-то красный нагрев 40-41 А так корпус 37, 36, 38 А провод вот 44, 43 Это 773 серия, обновленная В принципе здесь все то же самое Корпус 36, 37 Проводники больше 43, 44 Это у нас 22, 73, 244 Как видите, максимальная температура экрана 47 градусов Ну как раз вот эта вот пластина Это у нас 22, 73, 243 Максимальная температура на экране тепловизора 47 градусов Ну все аналогично Все похоже Видно нагрев от этого пружинного контакта Это у нас 242 Максимальная температура 49 градусов 45, 46 Нагрев наши пластины Проводник 47 с копейками Это наша 222 серия Максимальная температура 46 Но видно, что здесь относительно холодный корпус 29, 32, 33 градуса, 35 А вот у нас провода 42, 43 При данном токе То есть при номинальном токе для данных клемм Клеммы нагрелись незначительно Внешних повреждений и оплавлений корпусов Я не увидел, не нашел И максимальная температура клемм Находится менее 50 градусов Ну там 47, 48, 49 У кого как Таким образом можно подытожить Что при использовании всех типов клемм И имея на данной линии аппарат защиты То есть автоматический выключатель С номинальным током 16 ампер И при условии, что данная линия будет нагружена до 24 ампер Напомню, у автомата имеется такое понятие Как ток условного рассыпления Который составляет как раз таки около 23-24 ампер А значит при использовании данного автомата 16 амперного И данного сечения проводников И данных клемм Ничего критического в этом нет Ничего у вас не выгорит Ничего у вас не воспламенится Не задымится Ну это все время у нас продолжает идти Уже 5300 А теперь давайте сымитируем ситуацию Что мы защищаем данные клеммы Не автоматом на 16 ампер А автоматом на 25 ампер Как это часто бывает По ошибке Или по другим причинам По незнанию И так далее Увеличиваем ток Вот у нас ток 36 ампер Это как раз таки Ток условного рассыпления Автоматического выключателя С номиналом 25 ампер То есть 1.45 на 25 Получается 36 А вот теперь посмотрим Насколько у нас нагреются клеммы И оплавятся они у нас или нет Прошло более получаса И давайте посмотрим Какая температура клемм У нас на данный момент Вот 73 градуса уже Максимальная У нас здесь очень сильно Нагрелись провода Сам корпус 58 градусов Ну 60 может быть 61 Вот здесь максимально 78 Сам корпус у нас 57 56 59 Ну в районе 60 Но провода иметь температуру 74 75 Достаточно высокую 77 градусов Это у нас максимальная Провода в основном Ну и Вот здесь у нас 75 74 Ну здесь Сама пластина Находится ближе к корпусу Поэтому температура Передается лучше Вот она В принципе Наш весь Пружинный зажим Мы отслеживаем Ну здесь Все одинаково Вот наша Проглядывается Здесь Пластина Максимально 77 градусов А этот у нас Уже 81 Градус Имеет температуру Кстати Он и в прошлый раз Был на Один или два градуса Выше Температура У него была Здесь Немножко меньше Как и в прошлый раз Корпус Совсем тут Около 48 Меньше 50 градусов Но провода Также 70 Максимальная Температура 74 градуса Ну а здесь Клеммы В такой ситуации Будут греться До 70 До 80 И даже Чуть больше Это уже Опасно То есть Эта ситуация Уже Считается Аварийная И при таком Токе Клеммы Явно Долго Не проживут Ну собственно Как и мы уже Обсуждали В одном В прошлом Моем видео Про Эксперимент С кабелями То Кабели Кабели Тоже При таком Токе Долго Не проживут При такой Температуре Нагрева Внешне Никаких Оплавлений Я не вижу Здесь тоже Эта клемма Тоже У нас Живая Хоть и Температура Была Под 80 Градусов Она еще Не успела У нас Оплавиться Кстати Максимальная Температура Клем 2273 Составляет 85 градусов Как и 773 серии Вот я Выдернул Наш проводник Из клеммы Вот здесь Видно Немножко Почернение Это Скорее всего Есть Место Контакта Никаких Оплавлений Как в том Ролике Я не Вижу Здесь Все То же Самое Они В принципе И по Температуре То не отличались А вот Эта клемма У нас Была Самая Горячая 81 По-моему Да Градус Тоже Я здесь Не замечаю Ничего Критичного Да Аналогично Все Не вижу Разницы С Предыдущей Клемой Тоже Здесь Вот есть Некоторые Почернения Это Как раз Таки Место Соприкосновения Место Контакта Проводника С Пуржинным Зажимом Ну и осталась У нас 222 серия Здесь Вообще Как новая Как новая Ну что Как видите После всех Испытаний Клеммы Остались Живыми И Невредимыми Больше Наверное Стоит Опасаться Непосредственно За Сами Провода Чем За Ваговские Клеммы Безусловно Я Никого Не Принуждаю Использовать Только Ваговские Клеммы Я вам Даю Лишь Информацию Для Размышления Основной Выбор Остается Только За вами И в заключении Видео Я вас попрошу Сделать Выводы И поставить Запятую В необходимое Место Следующего Словосочетания Запретить Нельзя Помиловать Речь идет Про Клеммы Вага Ставьте Запятую Там Где вы Считаете Нужным И Я буду Смотреть По Комментариям Кто Какие Выводы Сделал Кого Больше Кого Меньше То есть Ставим Запретить Запятая Нельзя Помиловать Либо Запретить Нельзя Помиловать Клеммы Вага На этом Пожалуй Все Если у вас Есть какие-то Вопросы По данному Видеоролику Спрашивайте Об этом В комментариях Вот такой Вот получился Эксперимент И если Он вам Понравился То Обязательно Ставьте Лайки Делитесь Данным Видео Со своими Друзьями Со своими Коллегами Также Подписывайтесь На канал Ставьте Колокольчик Чтобы Не пропустить Выход Новых Видео Всем Спасибо За внимание Ну а С вами Как всегда Был Дмитрий Автор Канала Заметки Электрика До новых Встреч До новых Субтитры Субтитры